Здравствуйте земляне! Я Александр Док. Сегодня я снял фильм о себе немножко и о нашем доме. Но он не уместился у меня в один фильм. Пришлось разделить его на две части. Первую часть я уже выложил, вот вторую монтирую, потому что в двух частях он в более высоком качестве. А в одной части он похуже. В второй части я рассказывал о том, что я не олигарх, а простой рабочий. Что у меня есть дом, который был построен за одно лето. А это уже предприятие Металлик изготовило навес по моему эскизу, чертежу, по моей задумке. Такой простой навес из листового металла и квадратной трубы. Под ним стоит машина. Пойдем, Марсик. А то ты на солнышке сидишь. Чего ты тут пригрелся? Пошли. Покажу вам вторую часть фильма. Она касается именно дома и вокруг дома, что находится. Это вот лужайки. Я уже показывал, но еще повторю. Просто это уже вечерняя съемка. Видите, тюльпанчики, цветочки. Лирик, выходи. Лирик, ну что, выходи. Не хочет. Вот такой у нас лирик. Он сам себе на уме накупался, наверное, в пруду и сидит, греется. Ну что, Марсик, пойдем покажем нашим подписчикам вторую часть этого фильма. Марсик, пошли. Я пошел. Идешь за мной? Пошли быстрее. Бегом, вперед иди. Иди вперед, туда. Вот. Идем опять к тому же месту, где закончился наш первая часть. И начнется вторая часть. Я уже рассказывал, что каждое дерево, которое здесь растет, было мною выкопано, куплено, посажено. Конечно, я не один все это делал, но благодаря предприятию «Металлик», которому я отдал 25 лет, появилась возможность создания вот такого дома с верандой, которая выходит на сад. Приобретение Марсика, Лирика. Сад я покажу в другом фильме. Сейчас речь идет только о доме и прилежащем доме территории. Заходи. Вот отсюда у меня прервалась первая часть и переходит на вторую. Суть этого фильма. Поделиться с моими подписчиками, моими друзьями, моими зрителями, которые заходят на мой канал тем, что у меня есть. Это вот сад, дом, марсик. Вот он с высоты созерцает на лужайку. По этой лужайке они с Жориком, с Лириком любят бегать. Это место, которое я сейчас показываю. Когда я купил этот план и решил построить здесь сад, построить, сад не построишь, сад посадишь. Но здесь пришлось и строить забор. Потом он еще сад загорожен забором из профлиста. Это кирпичный. Что хочу сказать. Здесь был пустырь. 14 лет никто ничего не сажал. Люди жили, просто ничего не сажали. И когда я пришел сюда с землемером, я не мог пройти по этому месту, которое перед нами сейчас. Там был сплошной бурьян высотой почти под 2 метра. И мне пришлось прорубивать проходы, чтобы поставить колышки, отделить границы этого сада. И потом уже все это загнать в трактор, выкорчевать всевозможные. Там росли поросли, кустарники, какие-то деревья. Кто-то их обрубал, они от корня начинали опять расти. В общем, был сплошной бардак. Потом все это было расчищено. И посажен вот такой сад. Это вид весною. Попозже будет возможность. Покажу, значит, как он уже выглядит в начале лета. А сейчас продолжаем пока обход. Марсик, ну что ты, пригорелся на солнышке? Это его любимое место. Продолжаем. Вторую часть этого фильма. Милости просим в наш сад. Вот такая табуреточка. Я сажусь на нее. И вот созерцаю сад. Смотрите, любуйтесь. У кого нет сада, конечно, я с радостью делюсь с вами этим пейзажем. Вот представьте, как это красиво. Вид с высоты. И не только из кухни. Здесь еще и вся фишка в том, что спальня тоже имеет вот такое же окно. И вот кровать. Когда я просыпаюсь, вон кровать. Видите, здесь нету порожка до самого пола, дверь. Конечно, я вижу вот такую красоту. Вот это вот из окон моей спальни. Ну, нашей спальни. Здесь тоже вырастут цветы много посажено. Сейчас только-только начало весны. И еще ничего нету. Еще нечем особо хвалиться. Просто вот мы обходим это для сравнения. Чтобы потом, когда все это распустится, когда все деревья покроются листьями, все это закроется. Дома уже, вот дома, видите, вот возвышенность. Их не будет видно. Все будет закрыто деревьями. Будет сплошной лес. Даже вот голые деревья стоят, сумахи. Они потом, они как пальмы такие, вот шапкой такая. Появляется шапка, как у пальмы. Вот из-за этого я их и посадил. Это я сам выкапывал, ездил в горах. Как и ленкаранские акации. Вон они побеленные. Они тоже очень красивые. Пока что, ну вот мы спускаемся. Не мы, а я. И обхожу вокруг дома. Это тоже окно из ванны. Очень красивый вид, когда находишься в ванне. Вот, ну я примерно покажу. Вот такой вид тоже. И даже есть в душевой кабине окошко. Вот она тоже круглая. Из душа тоже вид хороший. Вот на ленкаранскую акацию. Вот это сумах тоже вот. Но это не олени-роги, а простой сумах. Тоже покрывается зеленью, когда это как шапка такая большая. Вот мы обошли вокруг дома. И дорожка такая. Попадаем опять на то же место, откуда я начал свой репортаж. Вот мы обошли весь дом. Лилик, куда ты дел марсика? Лирок, где марсик? Где же он есть? Этот марсик спрятался где-то. А это вход в дом. Дому ведет такая дорожка вот. Калитка, но мы ей не пользуемся, потому что в ворота заходим и заезжаем. Ну, калитка, когда света нет, конечно, приходится заходить в нее. Вот калитка. Почтовый ящик. Тоже изготовлен в металлике. И вот вид на дом. Еще раз повторяю, это весенний вид. Это тот момент, когда еще нет практически ничего. Я понимаю, что если у кого-то лежит снег, и он думает, ого, ничего себе. Тут, да, на фоне снега, конечно, такой контраст. И тут уже вот цветы уже начинают пробиваться. Конечно, это совсем другая картина. Вот я просто поддерживаю духом тех, у кого еще лежат снега, у кого еще холодно. И у вас тоже будет тепло, и к вам придет тепло. Ждите. Ну, чем долгожданнее, тем приятнее. Ну, а мы пока вот имеем возможность поделиться с вами своей красотой. Потому что многие пишут, походим с вами по саду, мы как бы получаем какое-то удовлетворение, душевное спокойствие. Просто, знаете, что это все можно сделать, изготовить. Просто я никогда не ленился. Я всегда работал. Были моменты, когда я даже в отпуск не ходил 17 лет. Работал без выходных, чтобы поднять свое предприятие, на котором я работаю. Мы его создали на базе конюшни. Купили 25 лет назад конюшню заброшенную. И в ней создали наше предприятие, которое потом создало вот этот дом, этот навес, этот гараж, этот двор. Плиты мы сами отливали. Плита вот полметра на метр. И толщиной 10 сантиметров. Формы. Бетономешалка, вибратор. И весь двор. Вот. Был сначала отлитый плит, а потом был уложен. Этими плитами двор. Это вот акация. Называется глядичи. Она имеет такие длинные стручки, которые, если заварить, очень помогают от болезни зубов. Если у кого-то болят зубы, стоят протезы, и нельзя, а под протезом болеть, например, и никак туда не залезешь, то эти стручки отвариваешь, и полощешь рот, и на много-много лет боль уходит, и там залечивается под коронками раны. Может быть, кто-то услышит, кому-то это понадобится. Вот я его посадил, привез я его. Она над Кубанью росла. Маленькое было деревцо. Вот такое вот он. А сейчас вот ему уже три года. Третий год. Так же, как и вот эти все деревья. Это красная акация. Это я тоже привозил. Станица Мирская у нас есть, там она растет. Она круглый год цветет красными цветками. А это боярышник. Так вот, должен зацвести. Это я тоже над Кубанью два дерева выкопал и посадил. Это вот акация, тоже красная. Вот их получается на этом участке четыре дерева. И вдалеке тюльпановое дерево. Вот оно. У него очень красивый лист, необычный. Вот. Такое дерево. У меня три таких дерева. Два в саду, а одно здесь. А здесь такая лужайка сделана. Видите, какая она? Это плитка. Вот она. Бетонная, бордюрная лежит. И между ними зазоры и посажена травка. Ну, как-то так захотелось. Вот видите, получается как грядочками. А здесь выложена буква А. Вот она, видите. Это Александр. И сад тоже имеет такой вход, на котором наш герб. это обозначение как бы меня, моего сына Михаила. Здесь А. Эл. Это инициалы и фамилия. Здесь также Михаил. Здесь также Александр. Михаил мне постоянно помогает. Это мой самый первый помощник. Мы вместе работаем. Этот герб одновременно является и клеймом на каждой нашей кяпке. Ну, сад я вам покажу позже. Сейчас пока была экскурсия по дому. Ну, вокруг дома. Вот так он выглядит сзади дом. Спереди я показывал. Ну, пока на этом остановимся. Уважаемые подписчики, мне очень приятно поделиться с вами тем, что у меня есть. Возможно, кому-то это поднимет настроение, кого-то вдохновит. А мне будет приятно. В следующем видео я покажу вам висеть и сад. В этом мне помогут мои помощники Марсик и Лирик. Поможете? Марсик, помогут.